Привет, я Оксана, и я вяжу в Петербурге. Сегодня будет видео в формате такого эпизода, в котором я вам расскажу, что я довязала за последнее время, какие новые процессы я начала, и мы поговорим с вами о большом количестве новой пряжи. Часть из нее вы видите здесь, часть из этой пряжи вы уже, возможно, видели во влоге, но я знаю, что влоги смотрят не все, поэтому я надеюсь, что ничего страшного, если какая-то информация будет дублироваться, в любом случае я буду стараться немножко по-другому рассказать вам про ту или иную пряжу, о которой я уже рассказывала. Давайте начнем с того, что я завершила совсем недавно, и это вот такие носки, я их назвала носки на великана. Дело в том, что носки на мужскую ногу сорок седьмого размера. Вот такие огромные носки, это две пары носочков. Я вязала из пряжи, из финской пряжи Навита, семь братьев, Причем я использовала моточки по 150 граммов, и на самом деле не прогадала, я еще думала по 100 грамм моточки покупать или по 150. Пряжа толстая, здесь в 100 граммах 200 метров, соответственно, в 150 граммах 300 метров, И все, полностью весь моточек ушел вот на такие носки. И моток вот этого, и моток вот этого цвета ушли на носки. Вы видите, что здесь еще носки украшены такими коронами. Дело в том, что эти носки мне заказали для подарка для молодого человека, у которого фамилия Королев. И именно корона, символ его фамилии, скажем так, и это, мне кажется, отличный подарок. Вы можете взять себе на заметку для своих друзей, если есть какие-то характерные, может быть, персонажи или какие-то символы, которые могут украсить носочки. Мне кажется, это будет классный подарок для ваших родных и близких. Такие короны я вышивала иголочкой по трикотажному полотну. Полотну достаточно быстро это делается, главное нарисовать схему, ну или найти где-то на просторах интернета. Я схему этой короны рисовала сама. Она достаточно простая, но, мне кажется, выглядит эффектно. Кстати, это уже не первый раз я вяжу такие носки, это уже фактически второй заказ подобный. Первый был года два назад, и, видимо, этому молодому человеку понравились подобные носки. И когда у него уже те старые износились, он попросил еще раз подарить ему такие же уже две пары. Из готовых работ все, но я хочу поделиться с вами тем, что я вяжу в данный момент. Я сейчас провожу совместник по своему джемперу, который я вязала в формате совместного проекта, который проводился на YouTube. И организатором была Нино с канала Тропы вязания. Мы вязали изделия, вдохновившись каким-либо изделиями из фильмов, сериалов, реклам, клипов, всего такого. Я вязала джемпер из фильма «Достать ножи». Ссылочку на это видео я оставлю, где более подробно рассказываю про этот джемпер. Я решила сделать совместное вязание с девчонками, которые пожелали связать себе такой же джемпер. Мы проводим этот совместник в Telegram. У нас небольшая группа, 20 человек, которые вяжут. И я вяжу вместе с ними этот джемпер. И сейчас у меня провязан перед до момента, где я буду вывязывать горловину. Я вяжу этот вариант джемпера из пряжи Сити-3, по-моему она называется, от магазина Вагавул. Это шерсть и шелк. Но я думаю, что это буретный шелк, хотя не указано, что это именно буретный. Поскольку мне кажется, что тут вот такие характерные узелочки для буретного шелка. Немножко шерстистая такая фактура. Может быть, некоторым людям она покажется несколько неприятной. Но после стирки эта шерстистость частично уходит. Да, пряжа не становится такой мягенькой, как котеночек. Но тем не менее, мне кажется, вот такая пряжа в оранах и в косах выглядит просто великолепно. Я вяжу фактически дупликат вот этого своего джемпера, но в таком цвете. Пока не знаю, оставлю ли я этот джемпер себе, или может быть кому-то подарю, или продам. Пока не знаю. Но мне было интересно повторить этот джемпер еще раз. Тем более, мне кажется, когда вместе с девчонками вяжешь совместники, им тоже интересно посмотреть, какие у меня результаты. И если я буду повторять еще раз этот совместник, посмотрим. Не знаю, буду ли я повторять еще раз, третий раз этот джемпер. Но пока решила так. Продвигается у меня на самом деле относительно быстро, потому что вяжу я уже по своему, уже проверенному, по своим проверенным расчетам. Пряжа не сильно отличается вот от этой пряжи. Это кент от зене баруфа. Да, есть свои тонкости, есть свои особенности, но тем не менее, вяжу я примерно по тем же самым расчетам, которые у меня были для первого варианта. Девчонкам также рассказываю, как сделать расчеты по их размерам, по их пряже, по их плотности. И в такой дружной компании мы с ними вяжем. Я очень рада, что вроде бы такие сложные узоры, которые кажутся на первый взгляд, ну правда сложными, очень многие девчонки уже увлеклись этими узорами и вяжут с удовольствием. Хотя до этого у них не было особенного опыта вязать араны. Еще один проект, который я начала совсем недавно, из той пряжи, которую как раз таки вам показывала в прошлом блоге. И это моя новиночка, и пряжа, и проект. И самое интересное, что я вяжу этот проект крючком. Я вам сейчас покажу вот так издалека. Кстати, крючок я, похоже, не принесла, ну да ладно. Вот так пока выглядит, но на самом деле вяжу я уже очень давно, точнее долго, недавно. Целый день. Как раз была недавно Пасха, я решила отдохнуть в этот день. И буквально целый день я вязала вот такой маленький кусочек. Мне очень нравится вязать крючком, но опыта у меня не так много. Точнее опыта у меня и есть. Я в детстве, в юношестве, скажем так, очень много вязала крючком. Но тогда я не особенно уделяла внимания качеству. А сейчас мне хочется все-таки связать что-то очень качественное, чтобы нигде ничего не тянуло, не собирало. И чтобы все стежки, все петли выглядели хорошо. Поэтому я очень долго мучилась с нижней частью, чтобы у меня ничего не стягивало. Но давайте я более подробно расскажу про этот проект у стола. Так, наверное, будет более показательно. Я хочу чуть подробнее показать вам модель, которую я начала вязать. Вы сейчас видите перед собой вот такой старый подрипадный журнал. Это журнал 95-го года Сандра. И вы сейчас видите хлопковый топ. Не знаю, насколько его можно рассмотреть на видео. Дело в том, что более крупной фотографии нет. И вот так вот выглядит схема этого топа. Но я тут уже небольшие изменения внесла. Не знаю, ошибка это или нет. Вот здесь очень много вот таких совмещенных полустолбиков с накидом. Но при вязании вот таких узоров у меня получалось полотно какое-то неимоверно плотное. Тем более крючок номер 2. И так оно плотное это полотно получается. Я в итоге меняла и распускала. И оставила вот такое полотно с одинарным столбиком. Полустолбиком с накидом. Еще было много распусканий в связи с тем, что... Я не знаю, это лишь моя ошибка или нет. Может быть, просто многие, кто часто вяжут крючком, знаю такие секреты по поводу того, как набрать петли, чтобы край не стягивался. Я уже пробовала разные варианты. Я даже использовала крючок большего размера. Я набирала петли на крючок номер 3. Хотя вяжу номером 2,5. И у меня все равно стягивало полотно. А у меня на самом деле не так много разных крючков. Поэтому я даже не знала, что делать. В итоге я все-таки где-то в своих закромах нашла старый-старый крючок, по-моему, фирмы Pony номер 4. И связала ряд уже крючком номер 4. Но даже это меня не спасло. Я приняла решение, что я вот эти столбики с накидом, которые идут после наборного края, делала не в каждую воздушную петлю, а в некоторых местах через воздушную петлю. И вы сейчас можете видеть вот такие небольшие дырочки. Ну да, они, конечно, портят вид. Но зато у меня сейчас полотно не стянутое внизу. И это мне очень нравится. И чтобы сделать такой край, я, честно говоря, очень много раз распускала это изделие. Я довязывала вот примерно такую часть полотна и потом распускала снова. Я не побоюсь преувеличить, но распускала я, наверное, раз 10, если не больше. Сейчас у меня, в принципе, все устраивает. Но я несколько сомневаюсь по ширине. У меня сейчас ширина 42 сантиметра, по-моему, или 43. С одной стороны, меня это не смущает. Но в то же время я не хочу, чтобы был слишком широкий топ, поскольку он, наверное, если будет слишком широкий, то может не очень хорошо сидеть вот в районе подмышек. Ну, в общем, ничего страшного. Но на самом деле это самый большой размер, который я вяжу по этому журналу. А я понимаю, что я вообще далеко не самая крупная девушка. То есть, ну, я не худенькая, конечно, но все-таки я невысокая. И я понимаю, что есть все-таки крупнее люди, чем я. Но вяжу самый максимальный размер. Может быть, и рассчитано, что если вам нужен размер больше, то, наверное, вы можете сами посчитать. Там, в принципе, написано, какое количество рапортов, то есть сколько петель в одном рапорте. И какое количество петель, кратное какому количеству нужно набирать. Вот таким образом у меня пока выглядит полотно. Мне нравится, что тут присутствуют такие разные узоры. Вы видите, что здесь есть столбики с накидом, столбики с двумя накидом. Даже есть вот такие своеобразные ракушки. И вот такие шишечки. Вот такое полотно у меня получается. Оно поблескивает от мерсеризации. Пока мне нравится и очень нравится цвет. Этот проект я вяжу из новой для себя пряжи. Это хлопок мерсеризированный от Comtex. Я купила 6 моточков этого хлопка. Здесь метраж 50 грамм, их 200 метров. И мне по описанию нужно было 250 грамм. Но я на всякий случай купила 300 грамм этого хлопка. В работе этот хлопок мне нравится. Он приятный. И что мне нравится очень, что он совсем не расслаивается при вязании. Несмотря на то, что мне приходится иногда прям крючком петельку силой засовывать. Вот этот крючочек все равно пряжа не расслаивается. Я специально обращаю внимание на этот факт. Поэтому пока я очень довольна. Интересно, как она будет в носке. Еще я вам говорила о том, что я несколько раз перевязывала это изделие. И я просто вот таким образом сматывала на моточек. Я буквально сначала один моточек использовала, распустила, намотала. И пока нитка была такая неровная после распускания, я брала новый моточек. И таким образом я попеременно то один моток, то второй брала. И пока распускала, получилось, что каждый моточек я вязала раза по три, наверное. Но тем не менее абсолютно незаметно в полотне, что эта нить была распущена. И что с ней было что-то не так. Поэтому, в общем, ниточка прошла уже огонь и воду со мной. Медные трубы, наверное, она пройдет в процессе носки. Я надеюсь, что я довяжу это изделие и буду активно носить его летом. Но пока я просто, честно говоря, даже не ожидала, насколько она выносливая эта пряжа. Я еще, конечно, не стирала. Может быть, после стирки что-то изменится. В общем, посмотрим. Пока я даже неожиданно удивлена этой пряжей. Я не могу сказать, что я ожидала от нее каких-то плохих результатов. Но я, правда, прям очень сильно ее помучила. А ей хоть бы что. Поэтому пока я очень довольна. Такой красивый пудровый цвет. Это номер 067. Пудра. На самом деле, очень большое количество цветов этого хлопка. Я растерялась, когда выбирала какой-то подходящий цвет. И на самом деле, есть еще секционные варианты этого хлопка. Поэтому обратите внимание. Мне кажется, по цене он очень даже приятный. Российское производство. И мне кажется, если вы живете в России, то найти такой хлопок не будет никакой проблемы. В интернет-магазинах вроде бы тоже его много. Поэтому пока я рекомендую, что будет потом. Не знаю, посмотрим. И я, конечно же, буду вас держать в курсе. Но раз уж я начала говорить про новую пряжу, давайте я вам расскажу и про другие покупки, которые я совершила совсем недавно вместе с этим хлопком. Да, я закупилась хлопком прямо от души. На самом деле, у меня не так много дома легкой такой летней пряжи. Тем более хлопка. Мне кажется, что весь хлопок, который у меня есть, он достаточно толстый. А я в прошлом летом вязала вот такой вот топ, который вы сейчас видите на мне. Я не просто так его надела. Я настолько в восторге от этого хлопкового топа, что я поняла, что мне просто не хватает таких изделий на лето. Наверное, в таком топе 100% хлопка не очень комфортно в тех городах, в которых жарко бывает летом. У нас в Петербурге тоже бывает жарко, но таких дней не так уж и много. Они бывают такие, знаете, у нас плюс-минус температура 22-25 градусов, не всегда бывает солнце. И вот для таких дней вот такие топы как нельзя кстати. Более того, что такие топы можно абсолютно спокойно комплектовать с жакетами, как я их, в общем-то, и носила в том числе. Не их, а его. Но мне очень хотелось бы, чтобы у меня таких топов было несколько. Более того, несколько девчонок и моих подписчиц, и вообще со всех сторон, не только в ютубе, мне писали о том, где можно найти описание этого топа. А я его вязала, начинала вязать в отпуске, и у меня не было никаких схем. Я просто вспоминала те узоры, которые я помнила наизусть, которые можно воспроизвести без всяких схем. И вязала просто этот топ, в общем-то, от балды, скажем так, нигде ничего не записывая. Но он так многим понравился, что я поняла, что почему бы не повторить этот топ, не записать каждый шаг, и может быть тоже сделать либо какой-то мастер-класс, либо описание, либо совместное вязание. Именно для этого я купила хлопок для этого топа, для повтора этого топа. Именно этот топ я вязала из пряжи Ideal от YarnArt. Это стопроцентный хлопок без мерсеризации. Метраж у хлопка Ideal в 50 граммах 170 метров. Смотрю сюда, потому что я искала прям стопроцентный аналог. Я его нашла. Вот такая пряжа тоже от фирмы Camtex, которая называется Alma. Это тоже стопроцентный хлопок в 50 граммах 170 метров. Мой, кстати, цвет называется Menthol 107. Он действительно такой светло-светло-голубо-зеленый. Ну, наверное, больше голубой. Я купила 400 грамм этого хлопка. Моточки по 50 грамм. То есть у меня 8 моточков. И я надеюсь, что у меня хватит на повторение такого топа. Еще один хлопок, который я купила. Вот такие большие моточки. Эти уже моточки по 100 грамм. 100 грамм их 260 метров. Хлопка, но мерсеризированного. Он уже с блеском характерным для мерсеризированного хлопка. И они по виду очень даже похожи вот с хлопком от Camtex. Хотя этот хлопок, эта семеновская пряжа, называется Regal. Вот эти моточки 50 грамм, эти 100 грамм. Вы видите разницу, насколько вот этот моточек побольше. Ну и метраж здесь толще. Да, я сказала, в 100 граммах 260 метров. Очень красивый такой серебристый цвет. Его я купила без особых планов. Но, как я вам уже сказала, я хочу на лето связать несколько хлопковых топов. И в том числе, вот из этой пряжи я хочу себе связать топ. Я купила 400 грамм. Мне кажется, что этого количества на топ должно хватить. Буду я вязать спицами или крючком, я еще не решила. В общем, эту пряжу я купила так про запас, чтобы тоже попробовать хлопок от семеновской пряжи. На вид очень даже приятный. Я не сказала цвет. Вот такой вот серебристый цвет. Называется Ангора 1130. Ну что, тема хлопков на сегодня закрыта. Но это не вся пряжа, которую я купила. Я не смогла пройти мимо насочной пряжи в том же ижевском магазине. Пряжа от Alize Superwash Comfort Socks. Я думаю, что многие эту пряжу знают. Она в представлениях не нуждается. Но я не смогла пройти мимо вот таких расцветок локальных цветов. Очень много у этой пряжи секционных расцветок. Я думаю, многие об этом знают. Но и однотонные цвета очень даже прекрасные. Я выбирала такие вот не кричащие цвета. Хотя зеленый, возможно, у вас кажется более ярким. У меня вот есть такой серо-бежевый светлый и светло-серый. Поэтому у меня в запасах добавились вот такие три прекрасных моточка Alize Superwash. Давайте я вам скажу по цветам. Давайте скажу еще состав. На всякий случай, вдруг вы не знаете. 100 граммов 420 метров. Это носочный состав. Соответственно, 75% шерсть и 25% полиамид. По цветам. Вот такой зеленый приятный цвет. И этот цвет 139. Вот такой светло-светло-серо-бежевый цвет. Этот цвет 152. Кстати, он немножко меланжевый. Очень приятный, благородный цвет. И вот этот серый, он тоже немножко меланжевый. То есть, как будто не однородного прокраса. Этот цвет 21. Вообще, у линейки Superwash очень классные локальные расцветки. Если вы не обращали на них внимания, обратите внимание. Очень рекомендую. И вообще, классная пряжа. По-моему, из этой пряжи уже вязали все любители носочков. И не только носочков. Из нее совершенно спокойно. Можно и перчатки вязать. Возможно, я и в том числе свяжу перчатки. А теперь я покажу вам пряжу, которую я вам еще не показывала. И самое интересное, эта пряжа не совсем моя. Я вот так вам покажу целую вот такой огромный, огромную пачку. Здесь 15 мотков пряжи от Drops Charisma. Давайте я достану один моточек. Это пряжа от Drops Charisma. Линейка Mix. Она действительно, это пряжа неоднородного цвета. Очень красивого, не знаю, такого цвета, морской волны. Это 100% шерсть. 50 грамм их 100 метров. Я думаю, что тоже многие знакомы с этой пряжей. Я из этой пряжи вязала очень давно. И мне всегда казалось, она мягкой. Но почему-то многие про нее говорят, что она немножко шерстистая. Но я вот и сейчас чувствую, что она очень даже мягкая. Но я, может быть, не особенно чувствительна колкости. Мне кажется, что она относительно мягкая, если учесть, что это 100% шерсть. Не мереносовая шерсть, а обычная шерсть. Мне кажется, для обычной шерсти очень даже она мягкая. Я показывала эту пряжу, хоть и сказала, что эта пряжа не моя. Дело в том, что моя подруга попросила связать ей свитер или джемпер. Мы еще точно не определились. Я на заказ вообще-то плечевые изделия не вяжу, но решила попробовать. Тем более мы с подругой договорились на то, что она меня не торопит по срокам. Я понимаю, что я тоже не буду сильно торопиться. Мне нужно учитывать некоторые особенности посадки на фигуру. Тем более, что я редко вяжу именно такие плечевые изделия на других людей. Ну ладно, дети это одно, а на взрослых я вяжу достаточно редко. Тем более мы с моей подругой находимся в разных городах. Подруга у меня тоже в Ижевске живет. И мы как раз вместе с ней и пошли покупать в тот самый магазин, который я вам уже показывала. Покупать пряжу. Мы долго ходили, выбирали и вот остановились на этой прекрасной пряже. Мы с ней насчитали, что нам нужно 14 мотков. И это даже было бы с запасом. Но дело в том, что я, по-моему, тоже уже упоминала. В этом магазине неизвестно, будут ли вообще поставки европейской пряжи. Да и с дропс сейчас достаточно большие проблемы. И вот у них оставалось 15 мотков. Я попросила 14. И вот у них остался вот один моточек. Я говорю, ну давайте, может, тоже с вами его возьмем. Я вполне уверена, что у меня еще моточки останутся. Потому что у меня подруга достаточно худенькая такая. Она высокая, но худенькая. И мне кажется, что меньше должно уйти пряжи на этот джемпер. Несмотря на то, что мы подразумеваем, что там будет какое-то наличие аранов. Но даже при этом я думаю, что моточки останутся. И мы с ней тоже договорились так, что если моточки останутся, я у нее просто их перекуплю. Вот. Поэтому вполне возможно, что какая-то часть этих моточков все равно мне достанется. Вот такие у меня были покупки и добавления пряжи в мои запасы. И давайте мы с вами вместе подведем итог того, сколько пряжи в этом месяце я потратила и сколько я купила. Мне, честно говоря, грустно уже это осознавать, потому что я понимаю, что я буду в огромном минусе. Так получилось, что за этот месяц я связала не так уж и много. Но купила, как вы видите, прилично. Так вот, в этом месяце я связала одну плечевую работу. Несмотря на то, что она достаточно большая, оверсайз. Но она связана из махера. Махер, как вы все знаете, он очень легкий. И несмотря на то, что джемпер получился достаточно объемный, он весит всего лишь 181 грамм. Но я, несмотря на то, что джемпер весит 181 грамм, я в расход пряжи напишу 200 грамм, потому что там осталось совсем маленький моточек. И я думаю, что это уже остатки. Вряд ли я его буду использовать куда-то на изделии. Также я связала вот такие носки, которые я вам уже показала. Как я сказала, на ту или другую пару у меня ушло по моточку 150 грамм. У меня даже почти остаточков-то не осталось. Но знаете, самое интересное, когда я взвесила эти носки, у меня получилось, что одна пара носков весит 140 грамм, а другая 146. Вот это вообще удивительно. Более того, тут еще и вес вот этих маленьких ниточек должен быть, которым я вышивала короны. Вполне возможно, что в моточках было чуть меньше, чем 150 грамм. Но вообще удивительно, почему на целых 6 грамм носки отличаются, хотя они вроде одинаковые и связаны по одинаковому количеству рядов. Опять же, да, носки 140 и 146, но я буду записывать, что я потратила по 150 грамм на каждую пару. Поэтому давайте учитывать, что на джемпер я потратила 200 грамм и на носки по 150. И в этом месяце я извязала всего лишь 500 грамм пряжи. Не так уж и много. А сколько я купила, вы видите. И это всего у меня вышло на 1400 грамм. Почти полтора килограмма. Да, представляете, в каком я минусе. 500 я извязала, 1400 я купила. И я еще до сих пор не решила, как я буду поступать с этой пряжей. Поскольку вроде как я ее и не покупала, но вязать-то я из нее буду. Поэтому, наверное, я все равно буду это все приписывать в свои запасы. Потому что я из них все-таки буду вязать в ближайшее время. Более того, что и вот с этими носками я так же поступила. Я вот эту пряжу тоже добавляла и в то, что у меня добавились запасы. И сейчас я указываю, что я использовала 300 грамм пряжи. Поэтому, если к моим 1400 грамм добавить еще... Сколько тут? 750 грамм вот этой пряжи. То я в этом месяце добавила в свои запасы аж 2 килограмма 150 грамм. Вот такие у меня результаты в этом месяце. Они мотивируют на то, чтобы мне в ближайшее время максимально использовать всю пряжу, которую я купила. Ну, я надеюсь, что это так и будет. Потому что вот эта пряжа, не считая она сочной, это то, что мне нужно связать в ближайшее время. Это действительно то, что мне нужно в мой гардероб на лето. Поэтому следите за мной. Смотрите, что я буду вязать из этой пряжи. Следите за мной, что мы придумаем с моей подругой. Мы еще действительно не придумали. Я буду с удовольствием делиться процессами и вообще задумками по этому джемперу. Буду обязательно держать вас в курсе. Я надеюсь, вам понравилось это видео и вы нашли для себя что-то полезное. Может быть, даже вдохновились чем-то. Буду ждать вас в комментариях. Напишите, из какой пряжи вы вязали, какие планы у вас на лето. Вяжете ли вы уже летние изделия или еще нет. Вообще, тепло у вас на улице или нет. У нас постоянно переменчивая погода. То солнце светит, то дожди и холодно. Но это весна и это нормально. Поэтому буду рада с вами поговорить на любую тему абсолютно в комментариях. Пишите и ставьте пальчики вверх, если вам это видео понравилось. Конечно, буду рада подпискам, если вы еще не подписались на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok